Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Свинянтия. Это видео будет сборная солянка. Ну и первым прошу прощения, прошу прощения у своей подписчицы, прошу прощения. Ну как еще мне грохнуться на колени, чтобы она меня простила? Ну вот и на старуху находит Мика. Господи, у меня нет слов, одни буквы. Я открываю телефон, ну вот в этих своих старых очках, и опять лампа у меня видна здесь. И читаю, ну по принципу, видишь, смотришь книгу, видишь фигу. Да, прочитала несколько строк, не дочитала, поняла, что это наезд на меня. Ну и когда я ей ответила, змеюки, потом, одев очки, прочитала, что мне, оказывается, был написан комплимент, а я подумала, что про мои мозги был написан вот такой наезд. Я большое прощение, 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 прошу вас, что я вам плохо написала. Да, конечно, никогда нельзя вот так сгоряча рубить, нужно одеть очки, посмотреть, перечитать, если написано длинное сообщение и так далее. Да, вот такое бывает. Большое-большое спасибо за комплимент, за мои мозги. Ну, надеюсь, что вы меня простите, что действительно я вам про змеюку написала. Ну и второе. Ой, вот тоже как ответить людям. Вроде как ответить, вроде как и хорошо ответила, но все равно люди обижаются. Мне был оставлен коммент. Оля замужем там-то, там-то живу, там-то, там-то не буду называть, потому что нет разрешения на это. Если хотите, давайте созвонимся, поболтаем. Девочка живет в Финляндии. Ну, я ответила, что очень бы здорово было созвониться и поболтать, но, к сожалению, времени просто нет ни на что. Ну, да, многие, которые ленятся, вот они просыпаются, они включают Инстаграм, у них уже в 7.30 горит этот кружок, и до самого вечера, вот они попили кофейку, посидели в садике, покачались на качелях, и вот все этот Инстаграм. Мы же, как Цискея, ну, иногда присесть некогда, и я чувствую, что время уже полвторого, мы еще не ели. Я говорю, ну, давай хоть кофе попьем с каким-то бутербродом, потому что, когда начинаем что-то делать, ну, просто времени, вот, как говорится, в обрез. Да, если что-то мы намечаем, один лето он красил гараж, сейчас он красил поребрик, сейчас он красил еще что-то, мы опустошали компостер, то есть вот все время какие-то, как говорится, дела, плюс эти яблоки. Да, уже столько людям позвонили, это же надо собрать, чтобы не гнилые, не мятые, не мягкие, потом отвезти, чтобы действительно люди порадовались вот этим яблоком. Друзей много, мы, конечно, с удовольствием эти яблоки подарили, пусть люди кушают на здоровье. Ну, и на это все уходит время, время, и кажется, что вот только мы сейчас в 10 часов вышли на улицу, а время полвторого, а вот у нас еще половина, то, что мы наметили, не сделано. Да, конечно, очень хорошо лежать с кофейной кружечкой лениться, но для того, чтобы лениться, вот это все красивое должно быть, это нужно, конечно, все делать. И я вообще к себе удивляюсь, как я успевала выпускать каждое утро ролики, когда я училась, и у меня еще было рабочее место. Это же вообще, я вспоминаю, ну, это просто как вот действительно я такая молодец. В утром я просыпалась с утра в 8 часов занятия в школе, потом школа кончалась в 3 полчетвертого, я доходила до какого-то шоппинг-центра, снимала видосик, примерки и так далее. Шла на автобусную остановку, приезжала домой, время уже было 6-го. Пока приготовишь пожрать, да, вот другого слова мне сюда не вставить, потому что нужно быстро-быстро приготовить, поесть, чтобы накормить мою семью. В 7 часов приходил мой младший сын с работы, нужно было быстро все приготовить, чтобы накормить себя на себя и свою семью. Потом я начала монтировать ролик и отвечать на комменты подписчиков. Время много раз было, уже полдвенадцатого, и вроде уроки тоже нужно было сделать вот в этот промежуток, пока видео загружалось. И утром, начиная с начала, и в субботу-воскресенье, многие помнят, что я работала в доме престарелых, у меня был рунку сопимус, у меня был вот такой нулевой договор, и я в субботу-воскресенье еще работала, зарабатывала свои вот эти вот копеечки. Да, я говорю, что если сидеть в садике и качаться на качелях, и ковырять носу, и думать, что ну вот вроде ролик нужно бы снять, но для этого нужно помыть голову, что-то придумать, какой-то план должен быть в голове. То есть на это тоже на все уходит время, поэтому ролики выпускают люди, ну раз в неделю они думают, и так сойдет, кто эту ерунду будет смотреть. И когда вот такая девушка мне предложила созвониться, да, хорошо, конечно, созвониться, но вот на это все созвониться нужно время, а времени нету, ну и она наверняка обиделась, потому что когда я ей написала большое спасибо, но время просто в обрез, сейчас вот такая напряженка у нас. Наверное, человек обиделся, и теперь она мне не пишет в комментариях, но мне очень обидно, что люди вот так реагируют. Да, на друзей нужно время, чтобы собраться, сколько сейчас приглашали на какие-то посиделки. Сейчас финны устраивают рапу и ухват, праздник, где едят раков, вот такой, знаете, как говорится, тоже, но даже вот на это нету времени, потому что это уйдет, но просто целый день, целый день. А у нас вот, как говорится, что нужно доделать до того, как начнутся дожди в сентябре, может быть, очень хороший. Я про это тоже написала одной подписчице, она спросила, Оля, первый раз мы в Финляндии, какая осень в Финляндии, может быть, шикарная осень, солнышко, вот эти золотые листья, так красиво, или наоборот, сера, то есть ты просыпаешься, сера, и ложишься спать, тоже сера, и идет дождь, вот как он зарядил, и он может идти неделю или две. И даже вот такая реклама была, То есть вот действительно про этот дождь, то есть действительно, когда дождь начинает идти, это ужас ужасное. Ну и, конечно, новые, друзья, это всегда проблема. О чем говорить? Потому что мы, уже прожившую больше половины жизни, кто этот ролик смотрит первый раз, мне 59 лет, и в марте мне будет 60, скажем так, лучшая половина уже прожита. Это, конечно, у нас есть свое рассуждение, свои какие-то мысли, свои какие-то принципы жизни. И с новыми людьми, когда начинаешь общаться, да, эти, как говорится, принципы могут не сходиться, и может быть какое-то разногласие. Да, хорошо, если человек это примет как должное, но многие считают, что только моя позиция – это правильная позиция, только мое мнение – это правильное мнение, а то, что ты считаешь это неправильно, тебе нужно пересматривать, как говорится, свои мысли вот в эту сторону. Я на этой почве, как говорится, отошла от двух блогеров, с которыми общались, и общались очень тесно, но только из-за того, что, ну, зачем мне тратить свою энергию, зачем мне тратить свое время, если человек рассуждает вот так, мне это понятие чуждо. Поэтому, знаете, как говорится, шаг в сторону, не надо ругаться, не надо никого посылать, не надо, как говорится, выяснять отношения, тихонечко расстались, заблокировал в телефоне, все, жизнь продолжается. Но я все равно вспоминаю это, и мне обидно, потому что столько времени потрачено вот на эти все телефонные разговоры, на эти ссылки по WhatsApp, по голосовой и так далее, обидно, потому что время можно было потратить на что-то другое, даже, вот, как говорится, на свою любимую семью. Ну, и, конечно, я всегда рассказываю то, что просите вы. Один раз был оставлен такой негативный коммент, два раза задавала вопрос, и все равно она не отвечает. Ну, народ, вот, 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 показываю еще раз. Кто спрашивает адекватные вопросы, и вы действительно не залезаете в трусы моему мужу, я отвечаю всем. Ну, если вы начинаете спрашивать вот такое про его диабет и так далее, и выполняет он супружеский долг, ну, народ, да, такое, ну, как можно на такое ответить? У меня вообще слов нету, одни буквы. Куда люди только не пытаются залезть? Ну, я думала, что только ко мне, ну, другой блогер говорит тоже, вот, пожалуйста, ко мне в кровать пытались залезть. Я вообще, конечно, от народа в шоке. Ну, и третий вопрос. Мессика Та Леопольда. Когда я снимаю в Нокии, в Нансо Пенкало, я говорю, что Кео, конечно, да, если что-то вот такое, что мне не идет, он тоже, знаете, всегда очень дипломатично. Не то, что ты что, с ума зашла? Такое вообще носить нельзя, снимай быстро его и на вешалку. То есть он всегда очень дипломатично, если что-то вот действительно такое, что мне не айс. Ну, и если хорошо, красиво, так как я купила этот кимоно, размахайку, халат, многие написали, Оль, как здорово, как хорошо, какой хороший состав. И Кео сразу сказал, ой, хорошая эта накидушка, бери с собой вот на пляж, на купальник. Даже если днем какой-то салат пойти съесть и выпить красного вина в этом халате и в ресторан, можно пойти, потому что много раз в гостинице перечеркнуты купальники, шорты, вот эти все тряпки, которыми люди обворачиваются, придя в ресторан с моря, конечно, да, может быть где-то в гостинице две звезды, и там хоть голой приходи, но все-таки, когда вот такое более цивильное, да, они хотят, чтобы ресторан держал какую-то планку, то есть, конечно, не в мокрых купальниках. Ну, и я говорю, что очень осторожно со мной нужно играть, и я в каком-то видео рассказываю Кею такого плана человек, он как его папа, то есть он, если что-то вот не так, он тугодум, он будет думать, прав ли он, права ли я, он будет молчать, то есть не то, что по тарелку, кастрюлю, что-то кинуть, разбить, орать, кулаком махать, нет, он будет сидеть, пыхтеть, губки бантиком, бровки домика, и будет не разговаривать, то есть не отвечать на мои вопросы. Точно так же делал его папа. Вот яблони от яблоки, от яблони, и папа мог не разговаривать с бабушкой неделю, но бабушка была вот такой нежный, хороший, добрый человек, я ее вспоминаю, но настолько с добрыми словами, она пыталась как-нибудь к нему льститься, пыталась ему как-то больше угодить и так далее. И вот это первая ошибка. Если мужчина берет вот такую позицию, надувает губы, и он с вами не разговаривает, никакого, никакой лести, никакого вот угодить. Я просто хороший пример видела много раз, моя подруга живет вот с таким, он начинает что-то там высказывать, и она начинает еще больше лести, больше перед ним стелиться, чтобы вот ему это угодить, чтобы он на нее не катил бочку. Но я в таком ужасе, Господи, помилуй, дверь открывается, пожалуйста, в одну сторону, собирай чемоданы, до свидания, если тебе не нравятся, как говорится, порядки в этом доме. Нет, ругаться, конечно, не надо, и кулаками, и посуду, это я, конечно, так утрирую, утрирую, но у меня несколько хороших примеров, я всегда своему говорю, что ты со мной, не, как говорится, ругайся, не навойтан айна, я все равно умею победить, потому что, во-первых, ай, женщина, женский склад ума, он, да, не надо с нами, не надо, не нужно. И, конечно, гороскоп, ойнас, ойна, то есть я ему много раз давала эту открытку прочитать, где по-фински написано ойнас айна ойки, я говорю, всегда я права, так что ты со мной не ругайся, даже в этом плане, если действительно он что-то мне рассказывает, да, я говорю, ну, молодец, да, все верно, но все равно, если вот такая ситуация, все равно со мной ругаться не надо. Ну, и хороший пример, пошла коса на камень, да, мы ругались, прямо чуть ли не до развода, дело дошло, но, слава богу, не развелись, да, не то, что вот живете прямо, знаете, как кота гладишь по шерсти, да, иногда вот такие ситуации есть, ну, люди нормальные, цивилизованные, все, как говорится, пережили и живем дальше. Ну, когда вот такая ситуация была, я сделала себе покушать, покушала, ушла, смотрю, раз подошел к плите, ничего нету, второй раз ничего нету, ну, и потом вот таким голосом, знаете, как дети подземелья, не помню, кто написал, приходит, спрашивает, ой, а мы сегодня ужинать не будем, я говорю, я уже поужинала, а что вы со своим мальчиком будете делать, мне до лампочки, сразу вот такое, что ты и мальчик твой, и вообще ко мне, как говорится, не касайся, ну, и смотрю, пошли шуршать, шуршать, сковородку достают, уже эти яйца сбивают, какую-то ишенку себе, пытаются пожарить, пожарили, поели с мальчиком, пошли, смотрю, два пупсика вот одинаковых, с ларца одинаковых, с лица моя подруга, говорит, господи, ну, как они похожи, я говорю, ну, конечно, они похожи, если один родился в день, когда у этого было день рождения, они рождены в один день, конечно, они одинаковые, вот просто вот поставь, яблоня от яблони, действительно, от яблони, действительно, далеко не падают, они даже чешут подмышки в одну сторону, я никогда не чешу рукой, я всегда делаю вот так, но они чешут в одну сторону и кетчуп на тарелку тоже наливают одинаково, я всегда с краю, чтобы макнуть тут же по кругу и в центре, чтобы была вот эта плюх, ну про что я говорю, пошли-пошли, что-то там жарили-поели, приходит, ой, а сковородку можно положить в машину моечную, я говорю, можно, только потом с ней, к сожалению, ничего есть больше нельзя, а почему нельзя? я говорю, тефлон не выдерживает перепад холодной горячей температуры, сковородка будет энтемен, то есть сковородку потом можно в мусор, если ты ее положишь в моечную машину, ой, а ее руками надо мыть? я говорю, да, руками, кашель, пешу, тиски, да, эшалайта ну вот, вот на этом все закончилось, я говорю, нужно ли со мной ругаться, я все равно умею выдержать паузу, я не готовлю, я не убираю, я не разговариваю, кто победил? я, и он приходит уже, как битая собака, ой, а что мы сегодня, а что мы будем покупать? я говорю, ну, сейчас посмотрим, проснемся по завтраку, и мы уже чувствуем, что завтрак, процесс пошел, все, как говорится, вот так, то есть не ругаясь, не выясняя отношения, не бив посуду, не кулаками, не кастрюли, ничего, конфликт развердился сам собой, так я про это и говорю, что нужно ли ругаться, не нужно, женщина всегда выиграет, если она умная, если она умеет держать вот эту паузу, мужчина все равно проиграет, потому что голод, 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 и еще раз голод ну, и, когда я рассказываю в примерочной, что народ, какое счастье, что есть две руки, две ноги, если еще голова, в голове что-то крутится, шевелится, помните, как Эйнштейн, да, гайки, гайки, гайки это просто бонус по жизни, и проработав некоторое время в доме престарелых, я это поняла еще раз, да, люди всегда как-то вот выбирают, вы что выберете, чтобы у вас была светлая работающая голова, или руки, ноги, вот что бы вы выбрали? да, наверное, нужно, конечно, молиться, чтобы руки и ноги работали, и голова работала тоже, потому что, когда я принесла с дома престарелых вот этот насморк, помните, да, мы прививались, учиться не брали, пока не было прививок на работу не брали, не было прививок, прививались все, потом были протесты против прививок, я вспоминаю эти целые каналы, которые записывали видео против вот этой всей, как говорится, ситуации ну, и переболела я, самое ужасное, что у нас в семье было, то есть я лежала пластом, и когда я послала своим коллегам, ютуберам сообщения, многие даже не поняли, что это я у меня пропал голос, то есть я сопела, кряхтела, и каждое слово мне нужно было выжимать из себя, но я просто послала сообщение, то, что народ, не пугайтесь, я заболела, как говорится, поэтому на сообщение я не отвечаю, только письменно, и письменно тоже не могу, потому что у меня двоилось в глазах, ну, в больницу тогда не брали, все лежали дома, вот так лежала тоже я да, мои переболели быстро, то есть буквально несколько дней температура, и вот зайчики-попрыгальчики уже были здоровые, я лежала неделю пластом, ну, и, конечно, переболев, я поняла вообще, что жизнь такая штука сегодня вот ты прыгаешь, у тебя все хорошо, шик, блеск, красота, а завтра ты лежишь пластом и смотришь наверх и молишься, чтобы это быстрее все закончилось, то есть, конечно, выздороветь хочется всегда ну, и когда я принесла с дома престарелых, да, наверное, тоже какую-то инфекцию, сначала заболела я, и заболела я так, что я тоже лежала пластом у меня, как говорится, вот такой организм, я не знаю, я, может быть, действительно в Финляндии стала вот такой, когда что-то, где-то кто-то крюхнет, все это я несу домой ну, опять же, вот этот дом престарелых, да, оттуда наверняка люди приносят, точно так же, как моя подруга тогда сказала Оля, я из детского сада чего домой только не приносила, я говорю, да, ну, ты, наверное, приносила, что у нас есть, ветрянка, еще что-то она говорит, слушай, начиная с, были вши, и кончая, чуть ли там не, вот, будьте любезны, я говорю, господи, помилуй, в наше время вши да, говорит, да, просто вот какой-то ребенок принес, и все просто по кругу, и потом нужно было мыть себя, детей, менять постельное белье то есть это не то, что там вши и вши, вот такое тоже в Финляндии было, ну, и я когда говорю, да, конечно, из детского сада я думала, можно принести только ветрянку, нет, говорит, вши были, вот такая эпидемия была, это был, конечно, ужас ужасный ну, давайте вот теперь про, что я принесла второй раз из дома престарелых понос и золотуха, это, конечно, вот типа этого, то есть мы были все потом пошел Кео, Кео упал в обморок, мы его, конечно, сами не могли поднять, ему пришлось немножко, знаете, сделать такую позу, чтобы подняться ну, и мальчик переболел буквально за два дня, ну, и здорово, что вот у него все-таки в Акетоне, тюопайка, постоянное рабочее место туда только нужно было сообщить, они сразу ставят три дня, никакая не проблема ну, и так как я работала в доме престарелых, если ты заболеваешь тарту в Атауде, то есть если у тебя вот такое заразное тебе нужна, конечно, справка, ну, никакой справки я не могла получить, потому что не было возможности выйти из дома то есть рядом должен был туалет, и я сообщила тогда в ночную смену, что вот у меня такое, да, я принесла с работы и там переболели все, то есть вот буквально по кругу переболели все ну, а я говорю, что когда вот такую заразу ты приносишь, и люди говорят, ой, ну, что там может быть ну, народ, если вы не знаете, как говорится, ну, зачем вы судите по какому-то другому месту может быть там какие-то другие заболевания, ну, вот, я переболела вот так, два раза принеся с работы вот такой нам подарок, так что когда люди пишут про руки, про ноги, про вес, ну, успокойтесь я думаю, что все равно, какого вида человек, какого возраста, какого размера руки и ноги главное, что здоровье есть, и правда, только про здоровье вот больше, чем больше тебе лет, тем больше ты это понимаешь ну, и, конечно, видео я записываю вот на такие темы я знаю, что многие видео записывая хочется отключить комментарии только из-за того, что, ну, людей просто несет вот, казалось бы, такое безобидное видео где я рассказываю про кротовую или крот, кроты, кроты, да, кротовую лихорадку что в 2016 году в Финляндии была вот такое ужас ужасное и по телеку это всегда показывают Господи помилую, чего люди только не написали что я утрирую, что всегда ели у бабушки на даче и так далее, и так далее я вообще в шоке от людей но вы не забывайте, вы у бабушки на даче были ребенком это было 30 лет назад конечно, теперь поливают поля чем только они поливают слава богу, что еще у Европы, у Унион есть вот эти какие-то стандарты чем поливать можно, чем поливать нельзя эти животные болеют и они переносят эту заразу людям и когда одна девочка написала Оле, ну, все правильно, ты говоришь я говорю, ну, Господи, гаутэ, стойми, стоса, азия какая-то ничего страшного, похоронное бюро работает кушайте яблоки поднятые из земли ну, а что еще написать этим людям которые, вот, говоришь а, они говорят, бе, це, де, э то есть, бесполезно, бесполезно ну, и в конце, что на мне, на рот как здорово, что я купила вот эту размахальку и купила большую то есть, 3 XL я сначала думаю, может быть, померить меньше а потом думаю, все-таки тут вот такой фасон и хорошо, что купила единственное, мне бы хотелось, чтобы здесь был уплотнитель вот этот, вот эта ткань на воротнике, чтобы воротник более был вот такой рюхдикас, как говорят финны то есть, более стоял но, опять же, если его накрахмалить, он будет слишком жесткий, все-таки это вот такой, знаете, как говорится пляжно-дорожный вариант я думаю, что пусть будет воротник вот такой не знаю, народ, напишите как вы думаете накрахмалить воротник или лучше оставить вот так ну, и, конечно, волосы я все, все жду когда же, когда же, когда же я иду краситься 26-го в понедельник я не знаю, когда этот ролик я выложу но, все равно, вот такая голова вот, посмотрите, за 3 месяца как мои волосы отросли ну, и мне оставляют всегда комментарии, Оля, у вас такие густые хорошие волосы народ, у меня густых волос нету мои волосы тонкие их много, но, так как они одной длины, то есть, нету вот этой грудуировки, знаете, все это торчит как вот, действительно, человек 220 вольтов вольт его бабахнуло по голове поэтому, кажется, что волосы вот такие густые ну, если я заплету косичку вы можете себе представить какой это будет крысиный хвост то есть, конечно, да вот, про что всегда говорю что всегда одной длины волосы кажутся гуще ну, и всем, кто пишет комментарии большое спасибо за поддержку большое спасибо, что поддерживаете меня на Яндекс.Дзен канале ну, и, конечно, всем тем, кто собирается в отпуск, хороших отпускных ну, и кто уже вышел на работу хороших рабочих дней подписывайтесь, не хворайтесь с вами была Оля Стампера всем физкульт-привет и у своей подписчицы еще раз Яндекс.Камаласти Яндекс.Камаласти прошу прощения за эту фразу про змеюку вот действительно слепая, слепая, слепая яндекс.Камаласти